Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Когда длинные ноги помеха волейболиста команды «Факел» Александра Кимерова сняли с рейса Самара-Москва из-за длинных ног. Довели до суда. Правоохранители завершили расследование дела об убийстве жены начальника полиции от Радного и о покушении на убийство его самого. Спасли 9 человек, ушедших под лед. И это только в марте. В Самаре прошли учения водолазов поисково-спасательной службы. В Самаре в Куйбышевском районе построят новую котельную. Ключевые вопросы сотрудничества на встречу в Москве обсудили губернатор Николай Меркушкин и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. Лечить пациентов с комфортом в больнице «Симашка» завершился капитальный ремонт операционного блока. Ноги до Москвы не довели. Волейболист команды «Факел» из Нового Уренгоя Александр Кимеров не смог вылететь из Самары в Москву из-за длинных ног. Игрока с ростом 215 сантиметров вывели из самолета полицейские. Подробности в нашем сюжете. В этот день игроки команды «Факел» возвращались с матча 23-го тура мужской суперлиги. Спортсмен, чей рост более двух метров на своем месте не поместился из-за длинных ног. Поэтому решил пересесть. Александр Кимеров договорился поменяться местами с пассажиркой, сидевшей у аварийного выхода, где пространства для ног больше. Но, как оказалось, такие манипуляции запрещены правилами авиакомпании. Бортпроводница сначала вернула пассажиров на обозначенные места, а затем сообщила о произошедшем командиру экипажа. Ноги волейболиста, которые не помещались между креслами, якобы помешали работе сотрудников лайнера. Вылет задержали на 40 минут, а экипаж вызвал на борт полицейских, указав, что в самолете дебошир. Перестаньте, немедленно перестаньте. Давай, давай. Снимите, кто-нибудь. Снимаем, снимаем, все снимаем. А что, за что мне самолеты снимают? За что? Это не причина. Это не причина. Я не пойду. Как утверждает сам Кемеров, бортпроводница сказала ему, что место, на которое он пересел, стоит дороже. Когда спортсмен предложил доплатить, сделать ему этого не разрешили. В результате полицейские все же вывели Кемерову из самолета. Действия сотрудники полиции свои мотивировали решением командира воздушного судна, который, в свою очередь, ссылался на то, что бортпроводники заявили, что поведение пассажира было оскорбительным. В настоящее время следственные органы Приволжского следственного управления на транспорте, Следственного комитета России проводят доследственную проверку, оценивают действия экипажа воздушного судна и действия сотрудников транспортной полиции. В Москву игрок смог добраться другим рейсом. Директор волейбольного клуба заявил, что в суд обращаться не будет, но ждет официальных извинений от авиакомпании. Алина Чемерис, Андрей Горгуленко, События. Завершено расследование дела об убийстве жены начальника полиции Отрадного и о покушении на убийство его самого. Правоохранители выяснили, кто именно наносил удары топором Дмитрию и Екатерине Вашуркина. В зависимости от роли каждого Виталию Яранкину, Андрею Пермякову, Даниилу Елтышеву и Эрнсту Яцененко предъявлено обвинение в разбой, убийстве и покушении на убийство. К уголовной ответственности привлекли и 24-летнюю Кристину Чистякову за укрывательство этих преступлений. По версии следствия, в декабре 2016 года супруги по дороге домой заехали в магазин, где и столкнулись с преступниками. Те проследили за семейной парой и, ворвавшись в дом, совершили нападение. Добычей преступников стали три золотые цепочки и портмоне с банковскими картами и незначительные суммы денег. Преступников задержали через пять дней. Эти водолазы ищут не клады, а людей. В Самаре прошли учения поисково-спасательной службы. С начала марта в регионе под лед провалились девять человек. Во всех случаях помощь подоспела вовремя. О том, что делать, если ЧП все-таки случилось, знает Алина Чемерес. Помогите! Помогите! Сегодня на учениях утопающий одет в гидрокостюм и обвязан тросом. По легенде, он возвращался с рыбалки и провалился под лед. Спасатели реагируют молниеносно. Вставать в полный рост на тонкий лед опасно. Он может не выдержать. С начала марта спасатели вытащили из воды девять человек. В районе девятой просеки люди шли с той стороны, возвращались с рыбалки. По той же тропе, по которой они прошли с утра, обратно они провалились под лед. Сумели каким-то образом выбраться на лед. Но лед был очень тонкий, приходилось только лежать. Они дождались нас, потому что спасатели не могли даже близко к ним подойти. Под ними тоже трещал лед. Спасательные отряды дежурят по всей области. Чаще всего ЧП происходит на Волге. Время реагирования на вызов полторы минуты, но до места происшествия еще нужно добраться. Для этого служит транспорт на воздушных подушках. На счету каждая минута утопающий рискует получить обморожение. В большинстве случаев, говорят спасатели, люди оказываются в ледяной воде из-за собственной неосторожности. Весной эти тропы, которыми зимой люди ходят по Волге, становятся небезопасными. Сейчас лед гораздо тоньше, уже образуются трещины. Разломы появляются и от проходящих мимо судов на воздушных подушках. Температура воды сейчас около полутора градусов. Продержаться в ней провалившийся под лед человек может около 15-20 минут. На учениях навыки отрабатывают и водолазы. Задача найти предмет на глубине пяти метров, захватить его и подготовить к подъему. На все дается 15 минут. Вытаскивать из-подо льда порой приходится и людей. Водолазы работают буквально на ощупь. Прозрачности нет, ничего не видим, работаем на ощупь. То есть проходим большой масштаб местности. То есть рельефы разные бывают, пруды копанные, то есть глубины разные. Спасатели советуют жителям быть осторожнее и не выходить на лед. Но если все-таки беда случилась и человек упал в ледяную воду, главное не нырнуть с головой. Самое важное – не терять самообладание. Не нужно впадать в панику. Нужно снять с себя одежду, по возможности обувь, чтобы иметь возможность выйти на поверхность. Потому что мокрая одежда является дополнительным грузом. И тепло она никак не сохранит. То есть снять одежду, тогда есть шанс выбраться на поверхность самостоятельно или помочь даже облегчить спасателей. Еще несколько дней спасатели будут выходить на лед. Потом это станет опасно и для них самих. Чтобы помощь подоспела вовремя, следует звонить по телефонам, указанным на экране. Алина Чемерес, Константин Головин. События. В Самаре построят новую котельную. Она будет снабжать теплом и горячей водой дома и предприятия в Куйбышевском районе. Кроме того, в регионе планируют создать газохимический комплекс по глубокой переработке природного газа. Ключевые вопросы сотрудничества на встрече в Москве обсудили губернатор Николай Меркушкин и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. Так, в планах участие Самарского завода «Кузнецов» в модернизации двигателей для газовых сетей. Завод уже готов приступить к запуску современных газотурбинных установок. Также Алексей Миллер поддержал предложение Николая Меркушкина принять участие в строительстве спортивных объектов. В частности, многофункционального спорткомплекса в Тольятти и футбольного манежа в Самаре. В регионе уже реализуются инвестиционные проекты «Газпрома». Завершена реконструкция газопровода «Вентай-Самара». В перспективе ее модернизация газораспределительных станций и других объектов на сумму более 7 миллиардов рублей. Общественные советы должны сыграть ключевую роль в благоустройстве Самары. В этом году город получит более 2 миллиардов рублей на то, чтобы привести в порядок улицы, дворы и парки. Это самая большая сумма среди городов-участников программы. И такое внимание связано с проведением в 2018 году игр чемпионата мира по футболу. Об этом говорили на совещании по вопросам развития местного самоуправления, которое провел губернатор Николай Меркушкин. В совещании принял участие глава Самара Олег Фурсов. Задачу усилить работу общественных советов в сфере благоустройства и ЖКХ глава региона поставил еще в начале года. На сегодня их формирование завершено на 95%. В системе власти они должны стать звеном наиболее близким к людям. В их состав войдут наиболее активные горожане, представители исполнительной власти, предприятий и общественных организаций. Главное здесь правильно, хорошо организовать и в итоге использовать каждый рубль максимально. Встречную мы туда выделяем свои деньги на условия софинансирования. В общей сложности эта сумма будет большая, более миллиардов рублей. По итогам договоренности мы вышли на цифры, что на территории городского округа Самара планируют создать 355 общественных советов территорий и 135 общественных советов микрорайонов. Всего 490 общественных советов разного уровня. Бюджет Самары пополнился на 10,5 миллиардов рублей за счет субсидий и субвенций. На что направить деньги, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня дорожает. За один баррель дает 51 доллар 60 центов. Валюта тоже прибавляет в цене. На 16 марта Центробанк установил курс доллара на отметке 59 рублей 11 копеек. Евро 62 рубля 84 копейки. Золото стоит 2281 рубль. Серебро 32 рубля 26 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 59 рублей 75 копеек. Дороже всего продать за 58 рублей 85 копеек. В России наблюдается уникальное явление. Работающие бедные люди, заявила Ольга Голодец. В стране почти 5 миллионов человек работают и при этом остаются за чертой бедности. Банк России пришел в школы. В этом году 500 учебных заведений начнут уроки финансовой грамотности. А казна Самары пополнилась на 10,5 миллиардов рублей. Средства направят на ремонт трамвайной линии до нового стадиона, переселение людей из ветхого и аварийного жилья, на проектирование и ремонт Струковского сада и капитальный ремонт площади Куйбышева. На этом все. Удачи в делах. 85 тысяч операций в год. Более 700 тысяч пациентов на обслуживании. Больница Симашка не видела ремонта десятилетиями. Крыша протекала, полы проваливались, и это в операционных. По областной программе развития здравоохранения удалось отремонтировать операционный блок на третьем этаже хирургического корпуса. Теперь здесь комфортно и врачам, и пациентам. Буквально через две недели в блоке возобновятся операции. Марианна Мирной увидела, насколько современной может быть больница. Перепланировка, перегородки, двери. 15 миллионов рублей из областного бюджета пошли на капитальный ремонт операционных, расположенных на третьем этаже больницы имени Симашка. Хирург Илья Плешаков рассказывает, насколько комфортнее здесь будет и врачам, и пациентам. Вы видите, помещение очень светлое. Солнце не будет мешаться, допустим, во время операции. Видите, окна сделаны специальные. Здесь имеется приточная натяжная вентиляция, которая будет поддерживать заданную температуру. То есть обработка стен, из каких материалов сделана, обработка стен, допустим, тоже самое большое значение имеет. Ремонтировать оперблок начали в конце октября прошлого года. Теперь здесь три современные операционные для проведения нейрохирургических, гинекологических и экстренных операций. Кроме ремонта в самих операционных помещениях, где сделаны потолки, полы, стены, заменены окна, установлено новое световое оборудование, подумали и об улучшении бытовых условий. Здесь установлены краны, бесконтактные, просто подойдя к которым, хирург может вымыть руки. Хирурги также ждут и новую лапароскопическую установку. Очередь из пациентов на эту процедуру велика, и чем скорее начнутся операции, тем большему количеству людей удастся помочь. Новые технологии в этой стойке – это HD-монитор, HD-камера, что будет качественно отражать наше операционное поле, наше операционное работа. Третий этаж мы уже сделали, окончив его до Нового года. Сработали очень хорошо, значит, самые современные материалы. Вот то, что не видно для наших глаз, скрыто под обшивками современными потолка, стен, под этими покрытиями. Там очень современная система вентиляции. Она прошла сразу от подвала до чердака и через второй этаж, соответственно, который еще предстоит капитально отремонтировать. В перспективе у больницы «Симашка» ремонт операционных на втором этаже и обновление фасадов. А отремонтированный блок на третьем этаже примет первых пациентов уже через пару недель, когда в операционной завезут недостающую мебель. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Безопасность детей превыше всего. Комитет по образованию при городской думе провел выездное совещание. Депутаты проверили, как соблюдаются правила безопасности в самарских школах. Какую оценку по итогам проверки получил лицей «Созвездие», узнала Лариса Шалафаст. Проверку комиссия начинает в подвале здания. Основная проблема здесь – неработающая система вентиляции. Оборудование меняли пять лет назад. Одна установка проработала всего год. Вторая не подключена до сих пор. На ремонт требуется порядка 200 тысяч рублей. Депутаты обещают помочь решить эту проблему. Это оборудование поставлено, было недофинансировано именно по подключению. Вот сейчас мы с этим вопросом будем разбираться, смотреть, что скажет департамент образования и что скажет департамент градостроительства, который занимался этими работами в свое время. В целом лицей оснащен всеми необходимыми средствами безопасности и жизни учеников, а здесь их 980, ничего не угрожает. Установлены камеры видеонаблюдения, есть система оповещения, план эвакуации детей в случае пожара. Но требования надзорных органов меняются. То оборудование, которое установлено 10 лет назад, скоро нужно будет менять. Улучшать всегда нужно. Мы стараемся поддерживать в том состоянии, в рабочем все. Нужно на крыльце пандус делать, крыльцо это, опять требования новые. На это тоже нужно будет выделение средств. Такие проверки депутаты проведут и в других школах во всех районах города. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Весну в каждый двор Самарского района. Дворники серьезно взялись за остатки снега во дворах. Сугробы и ледяные глыбы ворошат, разбивают лопатами и вывозят. Таким образом убивают сразу двух зайцев, приближают весну и спасают подвалы домов от возможного подтопления. За процессом наблюдала Марина Матвейшина. Никакая ледяная глыба не устоит перед этим малышом. Погрузчик небольшого размера справляется так же аккуратно, как человек с лопатой, но сил в нем, как в 50 дворниках. Вот эта техника небольшая, она необходима, потому что Самарский район уникальный район, в прямом смысле слова. Потому что у нас дворы все дореволюционные, и большая техника заезжает, ну, единицы дворов, куда можно загнать большую технику. И без малой механизации, ну, практически здесь не обойтись. Дворники и водители машин работают сейчас буквально повелителями погоды. Своими лопатами, кирками и тракторами они приближают весну в дворах Самарского района. За зиму снег слежался и затвердел. Солнце во двор заглядывает нечасто, а потому, если не помочь, сугробы могут пролежать здесь до самого мая, постепенно затопив подвал и домов. В это время сотрудники МП благоустройства вовсю наводят порядок на Самарских улицах. В первую очередь вручную убирают мусор, затем начнут собирать грязь вдоль дороги. Сейчас вся эта грязь и пыль находятся в таком состоянии, в котором ее легче всего убрать, потому что в дальнейшем она слежится, и ее будет тяжело убрать. И меньше запаленность воздуха. Большая генеральная уборка города после зимы начнется через две недели. Сейчас идет подготовка к ней. Работа важная и нужная. И если ее не сделать вовремя, наводить чистоту позже будет и сложнее, и дороже. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Дата, изменившая ход мировой истории. 15 марта считается днем отречения от престола последнего российского императора. Сегодня столетие этого события. И в тот же день, в 1917 году, была обретена новая икона Богородицы, названная Державной. Во многих городах страны есть храмы в честь Державной. В Самарском храме на службе побывал Олег Зверев. В современной исторической науке не утихают споры об отречении Николая II от престола. Многие исследователи считают, что этот факт не подтвержден официальным документом, а значит, и говорить стоило бы не об отречении, а о свержении последнего российского императора. Между тем, в Православной Церкви принято считать, что в день окончания монархического периода в истории страны сама Царица Небесная возглавила российский престол. В Православной Церкви известно более 600 канонических изображений Богородицы. Исторически на протяжении тысячелетий сложилось их почитание как чудотворных. И вот ровно сто лет назад был обретен еще один образ Пресвятой Девы символами царской власти, который стал Державной Святыней Государства Российского. Державная икона Божией Матери была найдена в подвале Вознесенского храма в Коломенском. 2 марта по старому стилю, 15-го по новому. Спустя сто лет об этом вспоминают на службе в Самарском храме в честь Державного образа. Сегодня здесь отметили престольное торжество. В праздничной проповеди слова о значении иконы для каждого христианина и в прошлом, и в новом веке. Ведь русский народ или русский человек, он всегда стремится, чтобы его кто-то, скажу честно и правду, вел. Понимаете? А здесь монарх, русский царь, на которого все смотрели. И он вдруг отрекается. Трагическое событие. И русский народ был расстегнут. Что же дальше произойдет-то? Здесь является сама Царица Небесная и в какой день именно является. Во время крестного хода звучат молитвы о возрождении святой православной Руси. И не только. Перед державным образом верующие молятся об исцелении от недугов и решении житейских проблем. Виктория Генералова долгое время не могла устроиться на работу. Все разрешилось, когда в Самару пришел Всероссийский крестный ход в честь Державной иконы Божьей Матери. Я вместе с ними прошла город весь нашу Самару. И я весь крестный ход просила ее, чтобы она меня устроила на работу. К тому времени я очень много и болела, и где-то 10 я не работала. И она мне через два дня устроила в Стариевский храм работать с регистратором. Вот такое у меня было явное чудо. И когда я пришла на рабочее свое место, работаясь, то была икона, висел в Державной и Божьей Матери. И подобных фактов собраны тысячи. Олег Зверев, Дмитрий Мишканцов, события. Утренняя заря Республики Коми на сцене Самарского театра оперы и балета. В Самаре состоялся концерт ансамбля «Ас-Я-Кэ». Артисты привезли из Сыктывкара большую программу. Это современное прочтение национального фольклора. А многие композиции ансамбль исполнил вместе с Волжским народным хором. Коллективы связывает и давняя дружба. Олег Зверев тоже побывал на представлении. Они поют о том, как прекрасен русский север и песни центральной России. Республика Коми – это тысячи километров вдоль Меридианы. И традиции народа очень разнообразны. Ансамбль «Ас-Я-Кэ» в переводе «Утренняя заря» сегодня на сцене Самарского театра оперы и балета. Артисты привезли композиции на родном языке. Академическое исполнение с национальным колоритом – одна из особенностей песен народа в Коми. Они более лирические, напевные. Но есть и веселые, шуточные, например. У нас Коми-язык, он как бы там очень много в одном слове. Иногда букву поменяешь, уже меняется смысл слова даже. Главная тема творчества – гармония человека и природы. Дремучая тайга и ледяная тундра перекликаются с сердечными переживаниями. Творческое направление основано на современном прочтении национального фольклора. Ансамбль «Асья Кээ» впервые ввел на сцену народные инструменты Коми. Исполнение близкое и понятное каждому. Какие-то моменты, они в любом случае схожи. Как у вас в Самарской области, без гармошки ни один праздник не обходился. Так и у нас на республике, на территории республики нашей Коми, без гармошки ни один праздник не обходился. Мы показываем и север нашего края, и южную территорию нашей большой, огромнейшей республики. Ансамбль «Асья Кэ» связывает с Волжским народным хором многолетняя творческая дружба. Многие композиции они исполняют вместе, принимают друг друга хлебом с солью в гости и поддерживают в самых лучших традициях. Концерты даем совместные, мы песни поем совместные. В общем-то, даже вчера у них был концерт в Тольятти, мы тоже к ним туда ездили, как к самым близким друзьям. И уже в ближайшее время состоится ответный визит. Волжский народный хор отправится на гастроли в Сыктывкар в конце марта. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Волжская волна накрыла Самару. Под таким названием в городе проходит всероссийский турнир по синхронному плаванию. Более 20 команд из разных регионов страны приехали показать свое мастерство. Кто выступает за Самару, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Ульяна Рулева из Самарской 8-й школы Олимпийского резерва в синхронном плавании не первый год. Успела попробовать все направления этого вида спорта. Группа, комби, дуэты, соло. В Самаре на всероссийском турнире Волжская волна тренер предложил перспективной спортсменке выступить в одиночной программе. Ульяна к старту готовилась несколько месяцев и в успехе уверена. Ведь обязательные элементы выступления она довела до автоматизма. Обязательно барракуду не завалить. Надо будет работать резко, натянуть ноги. Мы сначала отрабатываем на суше, все придумываем связки руками. И также равнение, музыку подбираем. На Волжской волне свое мастерство показывает 21 команда из разных уголков России. Из них три – Самарские. 400 спортсменок. Рекорд этих соревнований в возрасте до 15 лет соревнуются в групповой программе «Дуэти и соло». Конкуренция достаточно серьезная. В прошлом году наша школа выступала, у нас девочка Быкова Александра соло выиграла здесь. Надеемся, что кто-то проявится у нас в этом году еще. В этом году перспективная самарская синхронистка выступает за сборную команды Москвы. В первенстве России Александра Быкова уже завоевала бронзовую медаль. Выращивать восходящих звезд синхронного плавания мирового уровня Самара готова и дальше. Единственная проблема для города Самара – это отсутствие собственной тренировочной базы. Мы вынуждены арендовать бассейн, выделять средства городского бюджета на аренду объектов спорта, для того, чтобы наши синхронистки могли тренироваться, могли достигать определенных результатов, могли участвовать в таких соревнованиях, как сегодня. Кто поднимется на гребень Волгской волны в этом году, станет известно в четверг. Кроме спортивного мастерства, судьи оценивают еще и артистизм синхронисток, по мнению специалистов, после успешного выступления. На Всероссийском Самарском дерби участницы могут рассчитывать на призовые места и на международных стартах. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго, увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»